Друзья мои, всем привет! Очень рада видеть вас сегодня на своём канале. С вами Ольга Бридухина. Сегодняшнее видео я хочу посвятить вот какой теме. Сегодня я хочу вам рассказать о основных четырёх причинах, почему мужчины изменяют. Действительно, эти причины очень интересные. Здесь мы не будем говорить про то, что мужчины полигамны, или про то, что им надоедает секс с одной партнёршей, или их замучила жена пила. Нет, причины немножко другие. Причём этот рейтинг был... Я общалась со многими женщинами, и вот именно со стороны женщин, у которых есть опыт общения с абсолютно разными мужчинами. Так вот, друзья мои, очень интересно. Я вам крайне рекомендую посмотреть. Меня тоже так действительно в формулировке. Действительно это так вот просто, да. То есть часто мы говорим, ну, всё, мужчине надоело. Ну, невозможно жить 20 лет с одной женщиной. Мужчине постоянно хочется что-то нового. Жена пила, да, уже все проблемы бытовуха надоела и так далее. Это, безусловно, всё правильно. Я не буду отрицать эти факты. Но сегодня мы посмотрим на эти проблемы немножечко с другой стороны, немножечко под другим углом. Поэтому, друзья мои, если вы ещё не подписаны на мой канал, я вас приглашаю подписываться, делите ваше мнение в комментариях и задавайте интересующие вас вопросы. Ну что, я предлагаю начать. И мне очень интересно ваше мнение. Почему же мужчины изменяют? Интересно очень женское мнение. Очень интересно мужское мнение. Мужчины, вот почему вы так любите изменять, да. Зачем вам это надо, обязательно напишите в комментариях. На первом месте я ставлю такой критерий, что мужчины не умеют общаться в отношениях. Причём эта проблема действительно очень-очень серьёзная. То есть, если мужчине что-то не нравится, он это в себе копит, 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 терпит, терпит, терпит. И неизвестно, когда этот вулкан, да, под названием мужчина взорвётся. И в какую сторону, да. То есть, часто вот он взрывается именно в сторону измен, да. То есть, может что-то по-другому немножко сценарию пойти. Соответственно, причём, что самое интересное, мужчина может занимать огромный пост. У него может быть в подчинении огромное количество людей. То есть, так с виду сказать, что как мужчина не умеет общаться. У него же там 58 сотрудников, и он со всеми общается. Да, друзья мои, с 58 сотрудниками он общается. А с вами в отношениях женщины он не может найти общий язык и совершенно не умеет общаться. С одной стороны, он боится обидеть, с другой стороны, он копит эти проблемы. И поэтому мы получаем то, что получаем. Вторая причина очень явная – это собственная неуверенность. И через любовницу мужчина получает самоуверенность, да. То есть, когда мы уже говорили про то, что любовница, вы какой-то хороший, да. То есть, немножко смотрит на мужчину под другим углом, да. Через другую призму. И, соответственно, мужчина, когда вот у меня жена, вот у меня любовница, то есть, он действительно по какой-то вот такой своей причине становится более самоуверенный, более расправляет крылья, да. Что вот я, я весь такой, да. Вот, соответственно, такой факт есть. И давайте не будем этот факт отрицать. На третьем месте стоит причина неумения переносить и решать конфликты. Действительно, часто именно происходит вот тупик на моменте конфликтов, что все поругались, муж считает, да. Один партнер, что там, жена не права. Жена считает, что муж не прав. Оба друг на друга обиделись и все, разошлись, не общаются, да. Даже, может, разъехались. Может быть, просто как соседи живут, не общаются. Соответственно, никто не хочет подойти и разобраться в конфликте, то есть, наладить отношения, то есть, вот так вот разносторонне, да. То есть, и действительно, мужчина терпит, 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 терпит и может с целью там отомстить, с целью, опять же, самоувериться, да. Это вторая причина. Соответственно, может идти к любовнице, да, или там искать какого-то, какой-то интимной жизни на стороне. Следующий, четвертый пункт. Привыкли искать легкий путь. Действительно, где-то мужчины ищут очень сложный путь, да, в бизнесе, в каких-то других проблемах, а вот почему-то в отношениях мужчины не любят искать сложных путей, а любят искать самый легкий, простой путь. Ну, не нравится и не нравится, да, я найду другую. Ну, приелся мне секс и приелся. Что же делать? Мы с тобой уже 20 лет вместе. Давай попробуем с другой. А может, а вот что-то и получится. Соответственно, мужчины в этом плане пытаются найти такой очень быстрый, очень обходной и очень легкий путь. И вот эти четыре проблемы, мне, четыре причины, мне кажется, наиболее показательные для тех мужчин, кого тянет постоянно к изменам. Поэтому, друзья мои, обязательно пишите ваше мнение, да, то есть в корне этих проблем, конечно же, кроется и то, что и женщина неправильно себя ведет. Я никогда не говорю, что женщина абсолютно права и абсолютно правильно себя ведет. Большинство женщин ведет себя крайне неправильно, даже если прожили уже в семейных отношениях там не один десяток лет, да, это ни о чем абсолютно не говорит. Соответственно, женщина тоже должна уметь общаться с мужчиной, должна знать все хорошие качества мужчины. То есть эти все факторы действительно очень-очень важны и про них всегда стоит помнить. То есть я нисколько не умоляю, да, поведение неправильное женщин, я не на этой стороне, да, то есть действительно часто виноваты мужчины, но виноваты очень во многом и женщины. Друзья мои, я жду ваше мнение в комментариях. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь ваше мнение, и мы с вами обязательно встретимся и обсудим очень много интересных и горячих тем. Я вам желаю, что похожие ситуации с вами никогда не происходили. Вы были здоровы и счастливы. Всем пока-пока и до новых встреч!